Галерея имени Ивана Айвазовского – ценнейший объект культурного наследия и визитная карточка Феодосии. В фондах хранят более 13 тысяч образцов живописи, графики, архивных документов и предметов декоративно-прикладного искусства. Здесь представлена самая крупная в мире коллекция работ художника-мариниста, а это 416 произведений. Мы сейчас вступаем в полосу регулярных отношений с реставраторами из московских реставрационных мастерских имени Грабаря. И эти отношения будут состоять в том, что они будут наблюдать за состоянием нашей коллекции и при необходимости будут принимать какие-то меры по укреплению работ, по их реставрации, с тем, чтобы состояние коллекции было стабильным. Реставрация картин – процесс недешевый. Очень многие работы Айвазовского большого размера, такие как «Среди волн», как «Брик Меркурия», атакованные двумя турецкими кораблями, сейчас экспонируются без рам, они имеют свои рамы, но эти рамы либо будут заменены на новые, либо аутентичные будут отреставрированы. Это тоже очень затратно, это тоже требует средств. Экспозиция расположена в двух зданиях, уникальных памятниках архитектуры. Галерея устояла при бомбежках и обстрелах, но под натиском времени бессильно. Оба корпуса ждет капитальный ремонт. 2018 год – это год, когда выполняется ТЭО на проведение работ в обоих зданиях. 2019 год – это будет временем выполнения проектно-изыскательских работ по двум зданиям. И уже мы надеемся, что в 2020 году начнутся непосредственно работы на объектах, реставрационные. Одно из направлений развития галереи – сотрудничество с другими учреждениями культуры. Благодаря обменным выставкам жители Крыма смогут увидеть произведения искусства из крупнейших российских фондохранилищ. А полуостров с помощью полотен Ивана Айвазовского расскажет другим регионах о сокровищах наших музеев. Это позволит еще больше повысить туристическую и культурную привлекательность полуострова. Министерство хотело бы видеть, чтобы мы занимались обменными выставками с крупными российскими музеями. Собственно говоря, мы сами тоже подошли к такому решению и мы вступаем в полосу тоже работы над этими обменными выставками. Для этого нужно найти, скажем так, мотивированный музей, который принял бы наши работы. Наши работы хотят принять очень многие и который дал бы нам какие-то адекватные работы на выставку. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, Феодосийская галерея останется в собственности города. Тогда для нее создадут попечительский совет, сопредседателем которого станет министр культуры России Владимир Мединский. О том, как в Крыму заботятся о сохранении объектов культурного наследия, узнавали Оксана Колесникова и Татьяна Бурдастых. Информационный канал Севастополя.